В один из таких садов после ремонта приехала с проверкой и мэр города Хабаровска. Смотрим. В детский сад на улицу Союзную ежедневно приводят 130 детей. Несколько лет здесь были проблемы с водой. Всё время прыгала температура из-за устаревшего элеваторного узла. На его ремонт из городского бюджета выделили 430 тысяч рублей. Просчитывали вообще, какая экономия? Ну, ориентировочно процентов на 20 у нас будет экономия. 20 процентов. Это же большие деньги, которые можно направить на другие нужды. Аккуратно. На другие нужды и ремонт детского учреждения. За лето было решено обновить помещение одной из групп. Средства на ремонт собрали родители малышей. Линолеум будете переставлять? План, да, планируем. Ну, надо посмотреть. Да. Группа новая совершенно практически. Она обновилась. Ну, посмотреть по линолеуму. Надо, если что, помочь. Ну, здесь небольшие средства, но группа новая. Это за родительские средства сделано. Давайте ему тоже поможем. Мэр Хабаровска обратил внимание на забор вокруг детского сада. Ведь от него могут зависеть безопасность и даже жизнь маленьких хабаровчан. Самые необходимые участки. Планируемые. Ну, и везде ремонтируемые. Это ограждение, насколько я помню, ему уже порядка 20 лет. Ну, это уже, конечно, неэстетично. Это сетка. Сетку постоянно приходится латать. Поэтому давайте мы посмотрим. Хорошее капитальное ограждение, чтобы оно соответствовало детскому учреждению. До конца года в Хабаровске сдадут три новых детских сада. Еще два капитально отремонтируют. Капитально ремонтируем 208-й детский садик. Третью группу, что передано нам от Министерства обороны. Это за счет средств бюджета. Ну, и хочу сказать, что вот этот летний период времени, это до сентября, как правило, внутренние все работы в детских дошкольных учреждениях, школах мы завершаем. Всего в Хабаровске открыто 84 муниципальных садика. Комплектование групп стартовало 1 июня и продлится до октября. В этом году детские сады смогут принять до 6 тысяч новых воспитанников. Ирина Фостовец, Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша. Смотри Хабаровск.